Приветствую! Я к вам с хорошей новостью. Помните законопроект 9672 по поводу отмены от срочки студентам, которые получают не в первый раз образование, либо получают его после 30 лет? Так вот, по этому законопроекту появилась экспертиза, евроинтеграционная экспертиза. У нас каждый закон, законопроект должен пройти, в том числе и эту экспертизу. И вот там написали то, что мои подписчики много раз писали, когда появился этот законопроект. А что вы писали? Вы всегда писали, что этот же законопроект нарушает принцип равенства, что он вводит дискриминацию по принципу возраста и по принципу наличия образования. И вот давайте сейчас быстренько посмотрим, что же решила евроинтеграционная экспертиза и что там написано хорошего для студентов. Вот этот выставок. Весь мы, конечно, читать его не будем. Ссылочку на него я оставлю в описании. Вы сможете его изучить самостоятельно. Но мы посмотрим самое интересное, на что вот нужно обратить внимание. Вот здесь смотрим. Ссылка на него ответственно. Ведущаяся на civil rights legislation. Это договор про функционирование Европейского союза. Союз спрямовується на борьбу проти дискриминации на подстатке. Статки расового, этнического походжения, релігии, переконаний, инвалидностей. Веку. Ось він, век. Далее они пишут, что положениями статті 21 Харти основных прав Европейского Союза заборонено будь-яку дискриминацию за будь-якою ознакою, и от перелик ознак, и в том числе век, снова век. Далее, также у статті 14 Харти основных прав Европейского Союза каждому гарантуется право на учебу и на доступ до профессионального навчания и его продолжения. И дальше они расписывают, расписывают, и смотрим вивод, то, что самое главное для нас, вивод, какой они сделали. Вот он вивод. Проект закону у запропонованной редакции не соответствует праву Европейского Союза, оскільки не забезпечує відповідність принципам рівності та недискримінації. Невідповідність принципам рівності та дискримінації. Это именно то, что вы писали в комментариях. И вот тут я предлагаю вас, депутаты, потому что получается так, что вы в принципах равенства, в конституционних принципах, в международних принципах и недискримінації, вы понимаете больше, чем те депутаты, которые подають такие законопроекты. Что для нас здесь хорошо? Что, как мы с вами знаем, для нас, для страны сейчас важен вот этот вектор, евроинтеграция. И мы все свое законодательство адаптируем под законодательство ЕС. Именно поэтому все законопроекты должны проходить вот эту экспертизу на соответствие требованиям ЕС. И, соответственно, у меня есть надежда, что благодаря тому, что комитет зарубил этот законопроект, по сути, его и не будут принимать. Очень на это надеюсь. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой канал YouTube, также подписываемся на мой Telegram канал, ссылочка на него будет в описании к данному видео, там гораздо больше полезной информации. И, конечно же, я вам желаю удачи, благополучия и мира. Пока-пока.